По Франции прокатилась пятая волна протестов против санитарных пропусков. На улицы по всей стране вышли более 200 тысяч человек. Но, похоже, теперь принять участие в манифестациях французам будет сложнее. Как заявил официальный представитель Кабмина Пятой Республики, для этого нужно будет сдать под ЦР тест или получить справку о том, что перенес ковид. С ожесточением ограничительных мер сталкиваются и в других странах. Жаркая эта суббота для Франции выдалась не только в связи с высокими температурами, но и из-за ставших уже традиционными демонстрации против санитарных паспортов. География протеста обширная – Париж, Марсель, Тулуза, Лиль. Всего около 200 манифестанций по всей стране. Самым ожесточенным противостоянием отметился Лион. С лезоточивым газом и дубинками полицейские пытались отбиться от разгневанных граждан. Но демонстранты не спешили отступать и бросали в правоохранителей дымовые шашки. А вот жители столицы к протесту подошли творческие, яркие плакаты, необычные маски и костюмы статуи свободы как напоминание о главной французской ценности. Ее, по мнению манифестанов, с начала этой недели стало меньше. Чтобы пойти в ресторан, магазин или кинотеатр, а также для путешествий на дальнее расстояние жителям Пятой Республики нужно предъявить специальный документ, подтверждающий вакцинацию или отрицательный тест на ковид. Мы не хотим этого, нет. Я здесь, чтобы сказать, президент Макрон, что мы еще перейдем вам дорогу. У нас нет уважения к тому, что вы делаете. Это мерзко. Это политический кризис, замаскированный под кризис системой здравоохранения, минус говорит протестующая. Еще больше раздражения добавил массовый сбой в системе выдачи санитарных паспортов. 12 тысяч аптек не смогли оформить QR-коды с отрицательными тестами на ковид. По всей видимости, программы не выдержали высокой нагрузки в разгар отпусков. А в США разгорается скандал вокруг празднования дня рождения Барака Обамы. Свой юбилей 44-й президент США отмечал на прошлой неделе на одном из островов штата Массачусетс. Несколько сотен гостей без масок и дистанции. Итогом шумной вечеринки, как пишут СМИ, стала самая сильная за несколько месяцев вспышка коронавируса на острове – 74 новых случая заражения. Кому точно придется отменить массовые мероприятия, так это жителям Австралии. На фоне распространения штамма дельта власти решили усилить контроль над соблюдением локдауна. На следующей неделе в Сиднии прибудет новое подкрепление военных. Это буквально война. Мы знали, что участвуем в ней, но никогда ситуация не доходила до такой степени, минус заявил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджи Клян. К новой волне коронавируса готовится Швейцария. Как заявил министр внутренних дел, всему виной – недостаточный уровень вакцинации. В отличие от предыдущих волн, теперь под угрозой молодое поколение, которое неохотно делает прививки. И единственный способ избежать худшего сценария – переломить эту ситуацию до наступления осени.